...зачисленных, например, в наши колледжи выросло более чем на 12%. Поэтому мы считаем эту компанию в целом успешной. Мы даже имеем один свой кейс, когда в одной ситуации имели конкурс 16,5 человек на лицензионное место. Не на место было заказано, на лицензионное место. Это было неожиданно даже для нас самих. В целом уже происходит действительно определенное перераспределение студентов, поступающих на разные специальности. Какие-то становятся более популярными, какие-то популярность утрачены. Хотя, с моей точки зрения, происходит не столько это перераспределение, сколько происходит другой процесс. Достаточно большое количество людей подает заявление на разные, в первую очередь, гуманитарные, экономические и юридические специальности, в маленькие учебные заведения, где-то в филиалы, где-то в непрофильные вузы. И это несколько снижает, скажем, возможность тех учебных заведений, которые успешно много лет работают на рынке, по набору этих специальностей. Потому что в тех вариантах обычно дешевле, проще, ниже требования. Ну и, как следствие, это тоже привлекательно для определенного количества поступающих. Спасибо большое. И хотела бы тут тоже переспросить, то есть, ну, таких каких-то основных замечаний поддерживаете кто-то в основном? Потому что, чтобы нужно было бы поменять на следующий год, кто же тоже начали вступить в свою компанию? Естественно, и все уши начали. Я думаю, с какой-то учебное заведение признается, что оно не начало компания, да, то оно ее уже и не закончит, наверное. Конечно, замечаний особых нет. Приглашение сократить срок подачи документов на несколько дней мы считаем вполне приемлемым. К остальным предложениям сказал бы так, что лучше бы относиться осторожно, дабы нигде лишний раз не зацепить интересы поступающих. Потому что именно это потом приведет к каким-то, в общем-то, общественно сложным разговорам. И по вашему гуду самые популярные специальности и недослужимые охвативающиеся? В общем-то, я не могу сказать по принципу, какая специальность самая популярная. Правоведение в целом сохранило свою популярность. Компьютерные науки нарастили свою популярность. Экономические специальности. Есть такие, которые несколько выросли, есть такие, которые несколько упали. Например, финансовая международная экономика, подросло количество людей, которые пришли учиться на эти специальности. В этом году несколько меньше пришло на учет и аудит, и экономику предприятия. Но, снова-таки, никто не скажет, что в будущем году не станет наоборот. Это достаточно конъюнктурные колебания, которые носят ежегодный характер. Ясно. Спасибо большое. И мы уже коснулись темы того, как все прошло и для крупных вузов, и для вузов средних, поменьше и самых маленьких. И поэтому о последних хотела уточнить. Юрий Павлович, вам вопрос. Знаю, что наблюдали за компанией. И вечный вопрос вузы, где есть нарушения, где есть недоборы, скажите, для наших родителей, скорее, наверное, уже будущих абитуриентов. Так, действительно, мы и этого года, и минулого года спостерегали за приемлемой компанией, проводили переверки вищих навчальних закладов, в разрезе выполнение умов приема и правил приема до вищих навчальних закладов. Действительно, как уже и отметили, вступная кампания этого года пришла набагато организованнее. Уже порушений недоліків в работе навчальних закладов виявлено набагато менше. Набагато менше було дзвінків на гарячу телефонну лінію Державної інспекції навчальних закладов. Хочу сказати, на відміну від Міністерства освіти, до Державної інспекції зателефонувало всього лише 80 осіб. І то переважні дзвінки були, можна сказати, консультативні. З метою уточнення якихось речей щодо умов, вступу, пільг, переваг, наявності ліцензії і такі скоріше інформаційні запити. За результатами проведеної минулорічної перевірки вступної кампанії, нами було проаналізовано всі ті виявлені порушення недоліки, обговорені на засіданні колеги Державної інспекції навчальних закладів, узагальнені і розміщені для ознайомлення на сайті Державної інспекції, для ознайомлення керівників навчальних закладів і врахування тих порушень недоліків під час організації вступної кампанії 2013 року. Я вважаю, що такі наші дії мали позитивний ефект. Крім того, ще хочу зауважити, ми брали участь у проведенні регіональних нарад щодо роз'яснення і доведення до відома умов прийому в 2013 році, тобто це минулого року відбувалося в жовтин-листопад, теж розказували керівникам, представникам навчальних закладів про ті порушення недоліки і закликали їх слідкувати уважно, щоб не допустити подібного в 2013 року. Вважаю, що ця мета поставлена нами перед собою досягнута, тому що дійсно порушень і недоліків суттєво зменшились в порівнянні з минулим роком. Хоча вони є в деяких навчальних закладах. Є говорити про грубі порушення, будь-як таких складно навіть приклади привести, але недоліки, які впливають, в тому числі, на загальне враження відступної кампанії, вони існують. Так, можемо говорити, що в деяких навчальних закладах досить слабко інформували про власні правила прийому, про пільги для окремих категорій громадян. Не були інформації про телефони гарячої лінії Міністерства освіти і Державній інспекції навчальних закладів. Були проблеми не тільки з інформацією про графік прийому, особистого прийому громадян, відповідальним секретарем і головою приймальної комісії, а взагалі такі прийоми не здійснювалися. З оприлюдненням рейтингових списків вступників, тобто те, що через єдину державну електронну базу з питанням світа оприлюднювалося, то прекрасно. Сам же навчальний заклад безпосередньо в приймальній комісії були проблеми із цим. Були недоліки певні у веденні документації приймальної комісії, коли рішення на кожному етапі приймаються. Начебто все прийнято, сквалено, рекомендовано, дивимося документацію приймальної комісії, всі ці рішення як слід не оформлені, вони там десь накидано, десь якась чернеточка, десь ще щось, а може і взагалі відсутні. Проблеми із інформуванням вступників про програми вступних фахових випробувань з предметів, там де передбачалося зарахування на спеціаліста, магістра, незатверджені екземініційні бюлети, приблизно такі порушення. Щодо складу приймальної комісії, є положення про приймальну комісію, якою визначено, хто і в яких пропорціях, і в які строки може бути членом приймальної комісії, це не витримувалось. Тобто щодо участі громадськості в складі приймальної комісії, щодо перебування на посаді відповідального секретаря інших членів приймальної комісії, такі порушення. Функціональні обов'язки між членами приймальної комісії не завжди були раціонально розподілено, що ускладнювало контроль з боку самої приймальної комісії адміністрації навчального закладу за проведенням приймальної комісії. Перевірено нами в цей період було 40 вищих навчальних закладів з виїздом безпосередньо на місце і 36 вищих навчальних закладів була проведена документальна невиїждна перевірка. В тому числі перевірки здійснювалися відповідно до звернень адміністратора єдиної державної електронної бази. З питання світу представники навчальних закладів сказали, що база працювала досить таки добре, без збоїв, без нічого. Вона і працювала завдяки тому, що весь час проводився моніторинг стану ситуації. І коли вони бачили, що в якомусь навчальному закладі, наприклад, електронній заяві абітурієнта не надано статус, вона не проаналізована і не присвоєна статус, що вона зареєстрована в ті три дні, які відведені умовами прийому, адміністратор єдеби інформував нас, ми реагували, звертались до навчального закладу і влагоджували ситуацію в такому оперативному режимі. Були звернення від Всеукраїнського громадського об'єднання, громадська мережа опора, були звернення від електронієнтів і їх батьків. Ми, вважаю, оперативно і нормально реагували, перевіряли там, де виявляли порушення, відповідно була наша реакція у вигляді розпорядження про усунення порушень, недоліків, інформування Міністерства освіти і інших центральних органів, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади про ситуацію. І, відповідно, вже центральні органи, органи управління працювали з керівниками своїх навчальних закладів з метою усунення тих порушень, недоліків, які виявлялися Державною інспекцією. Завтра на засіданні колегії Державної інспекції навчальних закладів також плануємо розглянути підсумки перевірки вступної кампанії 2013 року. Так само все буде проаналізовано, узагальнено і інформація, знову ж таки, буде доведена до керівників навчальних закладів. І, відповідно, там, де необхідно зробити якісь пропозиції, вони також будуть надані Міністерству освіти щодо, як на нашу думку, необхідних дій щодо вдосконалення. Дякую. 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 Замечання. Некоторые, да, ми з'язвилися за компанією, і тож, я не знаю, якраз жалуються на клієнты. Там, по-моєму, були якісь якісь, коли вони вовремя дають документи, якщо людина хоче прийти з... Це на третьому етапі малого місця. Да, да, третій пункт, конечно, на третій момент, там, щоб бути перебіжати, ну, будемо називатися своїми іминами, бути розсловити документи і перебіжати туди, де неожиданно було місце для себе. У нас, звісно, таке случалось. І хотіла я уточнить, а в усах, які не набрали вообще ні одного документа, не було поступлений перебіжати, це вже, скорей, теж не було. Там, передачі, не приватно, у мене щось нема, звісно, з собою було. Ну, там 5-10-10. Почему-то називалась Барварська, по-моєму, опять поліцейська академія. Поліцейська академія, мені її також перевіряли з виїздом на місць. Чесно кажучи, коли приїхала комісія державної інспекції в навчальні заклади, і хотіла зайти подивитись, як працює приймальна комісія, то прийшли і побачили, що двері приймальних комісій взагалі зачинені, нікого немає. Зрозуміло, що ніхто їй не зможе здати заяву для участі в конкурсі на вступ, оскільки сама приймальна комісія не працювала. Дякую за перегляд! Поддержу я. Звання моєю вже безуспешно. Поговорила з охранником і сказали, що... Може, раніше набрали все. Можете, да. Пробіли все. Можете, якщо, якщо... Якщо можна, жаль, що ваші колеги ушли. На самом деле, я би хотів сказати, ви сказали ще одне мнение. На дніх в одному з зарубежних еженедельників появилась інформація о кризисі українського образування, не будемо называти його, щоб не рекламувати, о кризисі українського образування, о том, що все плохо, і о рекомендації университетам этой страны, де выходит этот еженедельник, открывати свої филиалу в Україні, я думаю, що соглашання об ассоціціях СЕС відкриває ринків не тільки товарів, чи капітанів, але ринків і услуг. По стандартам європейського сообщества образування відноситься теж куслугів. Так вот, хотів би сказати, думаю, що ви скажу обське мнення, що це не добросовістна конкуренція. Тому що, якщо плохо наше образування, то есть, ми аналізували внимателно це заявлення, так, вот, или эту статью, і налична, то, да, извините, пожалуйста, внутренні противоречі. Якщо так все плохо с образованням у нас, то к чому же призыв открывати здесь свої филиалу, то есть набирати вузи этой страни, пользоватися, скажімо так, интеллектуальним капіталом нашим. Я можу сказати, що за останній год знову вже студенти, наш механико-математичний факультет, де, по сути, основа олимпиадна студенческая сборна України по математике, в цьому году знову завівали на олимпиадах у Тегерані, Благовграді золоті, серебряні, бронзові медалі. Недавно в Греції і в Вільнюсі проходила астрономічна олимпиада, в Греції наша учениця, вот лицея, так, завівала серебряну, а наш студент ФИСФАКО, бронзовий медаль, это же учениця, физмат лицея Катерина Баринова, в Вільнюсі вже завоєвала золотую медаль на международній, в Олимпиаді по астрономію і физіки космоса. І багато таких примерів є, і КПІ Олимпиада, там, Лебедева, Лужкова, і в Транспортному университеті, і в інших наших университетах. І вот, коли говорять о кризисі українського образування, і знову ж заманюють наших студентів, випускників, ну, не далі через неделю в Дворце спорта буде огромна виставка «Очередне образування за границей». Т.е. возникает парадокс. Парадокс какой? Якщо все так плохо, то зачем ж агитировать наших бакалавров, в'їхати, особенно бакалавров, в магістратурі європейських университетів университетів. Тому я би хотів, можливісться, к нашим абітурентам, глядителям, аналізувати все таки. Так, все эти вещи, тому що сьогодні мир, це мир конкуренції. Якщо українське образовання качественно, що підтверджується мировим рейтингом, той же рейтинг КЮС, де ми, київський политехнічний, так і Донецький, і Харківська политехніка вошли, то це показатель і признання уровня українського образування. І не треба посипати голову пеплом, що все так плохо, що треба відсюди біжати. Наоборот, треба бути дійсно качественне українське образування, і працювати після цього нормальну, абсолютно конкурентну заробітну плату. Але ці просто, знову ж повторюсь, ми розрахуємо ці заявлення як недобросовістну конкуренцію со сторони определенних вузів, тому що вони іспытують проблему в связі демографічної ситуації з континентом абитуриентів. В вузах цієї країни, за некоторими даними, от 6 до 30 тисяч українських студентів. Тобто, грубо кажучи, як вони самі заявляють, що якщо забрать оттуда українських студентів, то 3-5 університетів придеться закрывати. Посому я би знову ж так призвав наших абитуриентів, їх родителів, не вестись на таку недобросовістну конкуренцію, і все ж, в першу чергу, рассматривати украинські університети, качовне українське образовання і роботи в хороших українських компаниях. Я би хотів поддобавити к тому, що слава, Владимир Анатольович, можна спросити у потребителей, тих, хто… Совершенно верно. У ринку труда. Так вот, якщо спросити у ринку труда, то ведущий на живузи, я думаю, що їх там порядка, можна 50 назвати, які могли в любі рейтинги входити, і которых работодателі оцінюють дуже високо. Более того, на примері КПІ, ми на 150% имеємо більше запитів, ніж випускаємо выпускники. По некоторым, особливо базовому, на прямому економіки, ми не удовлетворяємо. Це і машинобудування, і сфера ІТ, і те ж хімічні технології, і биотехнології. Т.е. ринок требує... Единственное, що ринок требує, я хотів би цей тезис о качестві підтвердити, він требує професіонально підготовленнях спеціалістів. І наша проблема українського образовання, скорее, не може бути не зовсім зв'язана з уровнем обучення, а може бути слабої зв'язи з підприємами, з отсутністю практичної підготовки наших випускників. І це кажуть опроси наших работодателів, з ким ми работаємо. Т.е. ця сфера, бізнес, ВНЗ і ВЛАДА, ці три составляющі повинні більш чітко працювати. Я думаю, що, може бути, і уровень образовання вважається, але я б його абсолютно не хайав, тому що вузи роблять, що можуть. Другое дело, що наші наші достаточно сложні економічні. Я думаю, що задача состоїть в тому, щоб наладити диалог роботодателів, вузів, і в основному бізнес, який, к сожалению, ще поки в высшу школу не прийшов. Якщо це буде, я думаю, що наше образовання ще буде проєкламирує. Якщо буде проєкламирує. визначити не відстрінюю позицію роботодателів, я плачу мало налоги і все. А включення роботодателів, ми підписали, як і КПІС, ІТ-Ассоція України, на сьогоднішній день ми приняли то, що в состав методичного совета по ІТ университету ходять поровну преподаватели профільних кафедр і представители ІТ-Ассоція України. Более того, вони будуть по положенню возглавляти Государства екзаменационной комісії для того, щоб показувати действительно потребность в кадрах для ІТ. Хоча це і кругом по всіх інших специальностях. Действительно, нас просто возмутила в университеті, честно говоря, эта публикація, действительно, недобросовестна, провокационна. І от почему я і обратил на це внимание, ми все-таки, дійсно, призываем абітурієнтов смотреть на качественное українське образование, а не ввестись только на такі призыви получить європейську корочку. Це просто недопустимо і нехорошо. Я хотів би только одне відмітити. Ви знаєте, міняється ментальність студента зараз і випускника. Зараз студент потребує знань, а не потребує корочки, як ви це сказали. Це, мені здається, виклик останніх років. І це дуже змінило ситуацію в студентському середовищі. Тому я хочу підтримати моїх колег відносно цієї статті. Дійсно, абітурієн зараз буде орієнтуватись на майбутнє, де він буде працювати, де він зможе отримати робоче місце. А він зможе отримати робоче місце на Україні, маючи український диплом, якісний і хорошого, вищого навчального закладу. Я хотів би тут присоідніться к колегам і действительно висказати непонимання цим образцом недобросовістної конкуренції. Хоча, на самом деле, такі образи вже не ввремя і ввремя не буваєт у нас. Коли в різних містах где-то говорять, в основному в средствах массової інформації, що закрали такий частний вуз, після чого роблять обобщення на всі частні вузи. Так вот, здесь примерно случилось то же самое тільки со всей українською системою высшого образовання. Могуть сослатися на какой-то плохий український вуз і обобщити на всю національну систему высшого образовання України. Якщо позвольте, я включу сюжет. Дякую. 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 Представитель Государственной служби занятостей. И то, что вот сейчас обсуждается в последние минуты, это естественная ситуация, когда происходит борьба за рынок труда, когда происходит борьба за те кадры, молодые кадры, которые потом должны влиться в экономику. И ход, как бы, коллег западных стран абсолютно понятен. Открывая здесь филиал, они привлекают наших абитуриентов и, соответственно, потом предлагают им доустроиться на предприятиях у себя. Это отток того, чего нельзя допустить, как по мне, из Украины, вот этого интеллектуального и трудового потенциала. Поэтому, конечно, образование в Украине, и я поддерживаю коллег, и сегодня это подтверждается, и тем, насколько заинтересованы работодатели, что они идут сегодня в высшие учебные заведения, они точно так идут сегодня в профессионально-технические учебные заведения, чтобы те кадры, которые выпускаются из вузов, из профтехобразования, соответствовали их требованиям. Последний форум, который проходил, по-моему, на базе КПИ, показал, что на сегодняшний день есть проблема, это я уже как бы к коллегам может где-то, именно соответствие и подготовка педагогического персонала в соответствии с требованиями работодателей. одно дело учить, и я понимаю, когда это наукоемкий, и, наверное, здесь потенциал научный наш соответствует тем требованиям, которые выдвигает рынок, но ввести с тем, есть прикладное применение, есть те навыки, которые студенты должны по окончании вуза иметь или хотя бы понимать, где, как, с чем они столкнутся на производстве и какие требования будет выдвигать работодатель. Поэтому то, что сегодня идет включение работодателя в состав дезинляционной комиссии, в состав методического совета, который формирует учебные программы, это очень правильно. Это требования рынка, это гарантия того, что выпускники потом смогут трудоустроиться. И что еще на сегодняшний день есть необходимость, это все-таки в определенной степени педагогический персонал повышать квалификацию именно на базе работодателя и вовлекать, взаимововлекать вот эти две структуры между собой. Что еще хочется сказать по результатам дискуссии, по результатам того, что я услышала, как прошла вступительная кампания. Мне, конечно, очень приятно, вот я для себя оцениваю это, как положительный результат той профориентационной работы, которую проводит как министерство образования, так и служба занятости. Мы работаем со школьниками, мы работаем сегодня на рынке труда, информируя о перспективах, о проблемах рынка, о потребностях работодателя, о перспективе развития рынка, потому что центрами занятости проводится анкетирование работодателей. мы, как бы, пытаемся выяснить, какие потребности у работодателя будут на ближайшие, ну, во всяком случае, хоть какие-то до трех лет, но пользуемся данными экспертов, которые анализируют, как бы, динамику развития рынка труда, которые на сегодняшний день делают определенные выводы. И, в принципе, сегодня, вот, я могу сказать, что перспектива на ближайшие пять-десять лет, это, ну, с учетом того, что у нас есть, как бы, постановление Кабинета Министров, у нас принята программа развития основных отраслей, да, в Украине, и основные отрасли, на которые будет сосредоточено внимание, это у нас сельское хозяйство, развитие строительства, IT-сфера остается актуальной, развитие энергетики, транспорта и связи, машиностроения, химия и биотехнологии. То есть, это основные направления, которые в Украине, ну, им дана, скажем так, дан зеленый свет и будет поддержка, и, как бы, я так понимаю, сопровождаться это будет определенными инвестиционными вложениями. Поэтому, если мы говорим о перспективе, когда ребята выбирают себе профессию, ориентироваться надо, как бы, в этой сфере. Вместе с тем, вот, по данным экспертов, которые, ну, скажем так, прогнозировали, да, делали прогноз развития рынка труда на ближайшие 5-10 лет, вот, где-то, ну, мало того, что идет пересечение, да, или накладываются отрасли, то я могу сказать, что, как результат, вот, результат работы экспертов, они дают такое, такое развитие, скажем, отрасли экономики, информационной технологии на первом месте. И я думаю, что это правильно в развитии, в данной ситуации, когда, ну, развивается у нас и интернет, и, и, разные направления, я думаю, что это правильно. Значит, телекоммуникация и связь, конечно, будут развиваться, конечно, это приоритетное направление. Земледелие. Да, сельское хозяйство на сегодняшний день это тот, козырная, та козырная карта Украины, которая позволит, как бы, предопределить развитие экономики и, соответственно, Украины в целом. Производство лекарственных средств и аптечный бизнес. Да, на сегодняшний день это тоже будет востребовано, где-то дает свой результат экологический, экономическая обстановка по этому направлению, которое будет в ближайшие пять-десять лет развиваться. Банковская деятельность, да, будет развиваться. Пищевая и перерабатывающая промышленность, да, если мы будем развивать сельское хозяйство, соответственно, нам необходимо будет, конечно же, перерабатывающая промышленность как направление, которое позволит реализовывать продукцию. Транспортные услуги, финансовые услуги, юридические услуги. На сегодняшний день вот как бы приобретает или поднимается на новый виток развития это предоставление бытовых услуг. Сегодня люди как бы стали немножко по-новому оценивать и качество жизни, и требования к жизни. Поэтому никто не хочет, обращаясь за услугой, никто не хочет получить ее некачественно. поэтому, как бы, умение оказать услугу на должном уровне, я думаю, что позволит в дальнейшем и найти работу, и быть востребованным на рынке труда тех, кто будет иметь такие профессии. Металлургия, энергетика, животноводство и коммунальные услуги. То есть, вот это, это те направления и те отрасли, которые будут развиваться. Если говорить о профессиях, то остаются актуальными IT-специалисты. поднимаются, опять же, должны, затребованы будут на рынке, они и сейчас затребованы, очень большое количество вакансий, и будут это продавцы. В сферу предоставления услуг, как бы, организации каких-то коммуникаций между людьми, конечно, умение, ну, продать или реализовать товар, это будет очень важным качеством, качеством для любой сферы деятельности, будь то металлургия, будь то, скажем так, ну, металлургия, конечно, продавец здесь не совсем то, но все-таки, да, отдел продаж, и вот специалисты в этой сфере будут востребованы. Инженеры по автоматизации производства, конечно, сейчас, переходя на автоматизацию и все, специалисты в этой отрасли будут актуальны. агроинженер, агроинженер, агроинженерия в свете развития сельского хозяйства, технологи с производства и переработки пищевой продукции, логистики, юристы, но акцентирую внимание в большей степени по хозяйственному делу, сопровождению бизнеса, вот как бы вот эти вот специалисты будут более востребованы, энергетики, ветеринары, фармакологи, инженеры связи, практически психологи, на сегодняшний день общество уже начинает требовать какой-то психологической поддержки и ближайшие пять, через десять лет, это точно будут как бы специалисты востребованы на рынке труда. Генетики, биохимики сегодня звучали эти профессии, мы говорили о том, что абитуриенты опять же уже чувствуют и потребность рынка и перспективу, робототехники и наноинженер. Вот это то, на что я рекомендовала бы обратить внимание тех, кто будет ориентироваться и выбирать профессии. Вы видели, сегодня представители учебных заведений достойно представлены и готовы предоставить тот необходимый уровень образования, который будет затребован нашей экономикой. Еще буквально несколько слов хочу сказать, что сегодня меняется, с учетом демографической ситуации в Украине, востребованным стало образование взрослого населения. Закон о занятости, который был принят, и который вступил в силу с первого января этого года, дает гарантии, дает возможности людям старшего возраста, получив ваучер, пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. начиная с апреля месяца по сентябрь, да, вот заканчивается сентябрь, таких ваучеров взяло 12 545 человек старше 45 лет. То есть это люди, которые имели какую-то профессию, либо специальность, она на сегодняшний день утратила свою актуальность на рынке труда, либо есть потребность в обновлении каких-то навыков, повышения квалификации. И эти люди сегодня готовы учиться. И здесь я призываю наши учебные заведения рассматривать уже этот, как бы, этот контингент, этот, ну, как бы, этих абитуриентов, как, действительно, новый, новый, ну, новую потребность рынка, новую потребность рынка в обновлении тех знаний, которые были у взрослого населения. Поэтому, потому что, вот как бы, ваучеры люди получили, и в определенной степени они столкнулись с тем, что прошла вступительная кампания, процесс закончен, и возможность реализовать уже, вот как бы, возможность в обучении где-то есть. В этой связи, хотел бы сказать, что нужно было бы наши усилия министерства и вашей службы скоординировать, потому что, на самом деле, на телефон горячей линии обращались очень многие потенциальные абитуриенты, и их надо было бы, конечно, информировать в том плане, что они имеют права поступать только в ВУЗы, у которых есть соответствующая лицензия на право переданных документов. К сожалению, они приходят в ВУЗы, которые им нравятся. Я хочу учиться здесь. Это разные вещи. То есть, вероятно, нужно нам с вами скоординировать усилия, провести соответствующую информационную кампанию. Согласна. и правила, и как, куда, и они должны идти. И, насколько я помню, срок, скажем так, срок годности ваучера где-то полгода. 90 дней. 90 дней. 90 дней. И вот они, если не успели уже до сентября, в принципе, он у них пропал. Вот я не знаю, какова система. Мы сейчас хотим внести изменения в постановление Кабинета министров, чтобы людям, которые не смогли реализовать ваучер, имели возможность его на следующий год. Сейчас этот проект отрабатывается, и мы будем отрабатывать, конечно, совместно с вами. И, учитывая то, что этот механизм был внедрён только впервые в Украине, это новация закона о занятости, я думаю, что так как отработан уже механизм поступления молодых абитуриентов, мы отработаем эту систему для взрослого населения. Это позволяет все попало в рамки вступительной кампании? Это же нам позволяет умово приемов. Правила приема вуза. И у нас, кстати, мы набираем 1 октября первую группу айтишников. Слава вчера. Да, совершенно верно. Возвращаясь компания уже началась. Да, да. И я думаю, что просто двери открыты, надо просто провести рекламную кампанию. Совершенно верно. Где-то реклама компании. Абсолютно правильно. А где-то лицензии, необходимые учебным заведениям, либо расширить объемы, либо получить лицензии на право проверения учения. Более того, еще будет конкуренция между вузами за право их учить, потому что люди приходят с деньгами. Понятно. с гарантией. Спасибо большое. Я очень рада, что у нас дискуссия вышла на таких битурентов, которые действительно нужно просвещать о том, как воспользоваться. Даже я много слышала об этом вообщем, видите, механизм не совсем представляла. Вы просто уже обсудили кончевые все моменты. Хочу задать слово. Попротите задать вопросы коллегу. Повыли. Спасибо. Здравствуйте. У меня вопрос. У меня вопрос. У Славы Сергеевны. Ну, я думаю, что Вы уже подготовили колькость может быть объемов наступной ряде. Скорее, что на третьем объемов уже поделиться. Сколько объемов нужно ожидать через ряду? И какие прогнозы будут наступны наступны? Потому, что если я напоминаю, сколько лет назад два или три это было в девятом году. Это было прогнозовано. В принципе, это было прогнозовано. Какие прогнозы на наступны ряду? Давайте в 2014-2015 ряду. Ну, у нас мы прогнозировали уменьшение государственного замовления, соответственно, численности. Это примерно 10% на 10 уменьшится контингент, не больше. С рассмотрением демографической ситуации, с рассмотрением перспективы выпуска 9-11 классов. То есть, значительных каких-то проблем наступной вступной кампании мы не понимаем, честно говоря. Если все будет так, как запланировано, как в этом году, то у нас мы предпочитаем, что она должна пройти на нормальном уровне. мы понимаем, что приблизительно на 10 уменьшится. то это демократическое демократическое изменение понимаете, что перерозподъем из гуманитарных и технических и технических и главная что в этом году, надо сказать, и первое, соответственно, до постановления Кабинета Министров, до формирования и размещения демократного замокления, у нас доводилось демократическое замокление на заседаниях конкурсной комиссии. Створено было при Министерстве освяти конкурсную комиссию, до складу якої входили представники работодавцев, представники відповідного министерства, до складу не входили представники навчальних закладів, які отримували демократическое замокление на голоси. Такое уже было прозоро. У нас 5 заседаний отбулися за головой конкурсной комиссии Леони Миколаевича Сулями. Действительно, при формировании державного замовления в этом году у нас произошло збільшение и IT, и инженерная механика, и материализмство, все то, что энергетика, все то, что сейчас имеет опыт на рынок работы. и в этом году мы также плановые показатели только будем готовить на Министерство экономики, но мы действительно будем враховывать по желанию Державного служба, и и экономика предприемства там штучно нарощено. и это будет значение Я последнее вопрос. ВУЗи, в которых принимательная комиссия не работала, скажем, уже приняли какие-то решения с такими ВУЗами? У них лицензия закинчилась? Нет. Если лицензия закинчилась, у нас такие ВУЗи не цікавили, они не мали вступная кампания. Я думаю, что это тема для проверок нашей инспекции и учебных закладов. И хочу сказать, что как правило, в жовтні происходит в Министерстве колегия по вступной кампании, где будут расследовать что остаточные подсумки вступной кампании приняты и соответствующие решения. Это будет решение в УЗУ. Это на лицензии. Да, на лицензии. на лицензии. Светлана Сергеевна, когда говорила про такие вищенные заклады, она сказала, что это переважно приватные ВУЗи. Приймать решения Министерства про припинение ее деятельности, и законодательства не позволяют, потому что решения про создание, реорганизацию, ликвидацию, приватных вузов, приймают их основники. Я думаю, если основники объективно поделятся, что учебный заклад себя не окупирует, то сами принимают решение про неопределенность припинения такой деятельности, которая не рентабельна. Но на обсяг ліцензии и на ликвидацию ліцензии может вплинуть аккредитационная комиссия. Аккредитационная комиссия для того, что вуза у него не тратит право занимать обучение обучения 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 обучительства обучения образовательным обучения инициативной обучения обучения И требования для ВУЗов немного увеличились. Вы имеете в виду изменений лицензийных условий? Нет, мы имеем в виду подготовку высшей квалификации, через аспирантуру, докторантуру и так далее. Они достаточно жесткие на сегодняшний день. Подивите лицензийные клубы. Вы знаете, это не столько министерское задание, сколько ВУЗовское задание вищих навчальных заходов. У меня 42% викладачей национальных транспортных университетов это викладачей до 40 лет. Мы это прогнозировали, мы готували через аспирантуру, докторантуру, уновление кадров, потому что без уновления кадров мы не сможем выполнять те условия подготовки фоколистов высшей квалификации, чтобы они на рынке работы могли конкурировать. Они не сможем получать новые знания, новые технологии и так далее. Поэтому это первочердное задание высшего навчального заклада готовить своих кандидатов, докторов, профессоров, доцентов и так далее. Это очень важное вопрос. И я дякую вам за то, что вы ее задали. Можно еще одно слово сказать? Я хотел бы один нюанс обратить внимание. Вы знаете, в сегодняшней деятельности приходится сталкиваться с другой стороны этого вопроса. Скажем, в нашем университете 30 штатных докторов, 150 штатных кандидатов, но для не очень большого частного вуза это хорошая цифра. И все пилиценты выполняются как положено, но в итоге студенты часто просят, чтобы больше с ними работы, больше занятий проводили специалисты практики. Люди из бизнеса, люди из предприятий, люди из разных государственных органов. А эти люди не так часто имеют ученые степени и звания. Поэтому мне кажется, что существующие требования, они достаточно жесткие и усиливать их жесткость не пойдет на пользу качества подготовки специалистов. Ну да, если говорить о практике, то, конечно... Нет, тут дозволите одну реплику, еще действительно абсолютно слушно. Особенно это относится таких вот мобильных галузей, как IT, где человек может иметь сертификат Cisco, Systems, ну, который вы знаете во всех всех в мире, или Microsoft, или Huawei, или... А, который имеет высшую освету, да? Да, нет, высшую освету имеет право, но он имеет даже кандидатского ступеня, потому что ему нет, когда заниматься, скажем, доведением своих, но он имеет сертификат, который визнается, ну, действительно, во всех странах света. Поэтому мы уже поднимали это вопрос, и Министерство сейчас работает, чтобы сертификаты действительно международных компаний в сфере IT и сравнивать до, скажем, каких-то документов наших, потому что, на самом деле, фаховец практики, который работает в Microsoft, или в Adobe, или в Google и имеет документы, визнанные во всем мире, он иногда может, возможно, больше пользы именно для практической подготовки. А когда он идет на посаду асистента, потому что он не имеет кандидатского ступеня и имеет первую ставку про заработную платную, ну, это иногда, скажем, зиграя плохую роль. Поэтому мы, в принципе, закликали и обратились, и это вопрос выглядит, как есть, скажем, что заслуженный артист в мастерских лишех приревняется до доцента, там, народный артист приревняется до профессора и, соответственно, зарплату имеет, так, потому что он, действительно, со своими здобутками подтвердил свой уровень. Так же, чтобы фаховцы практики в таких, действительно, новых галузях, чтобы они, певным чином, это будет выигрышно для нас усіх. Очень важное вопрос, я извиняюсь, оплата работы. Вот мы не можем в рамках чинного законодательства и дать им такую заработную платную, которая бы соответствовала их уровню, квалификации и так далее. Это также очень важное вопрос. Хотел додать, что кроме сертификации фаховцев на рынке работы, нужно, мабуть, и мы, думаю, до речи, с IT-компанями про это говорили, нужно, возможно, сертификаты сертифицировать и выигрышей. То есть, в самых известных ВНЗ нужно создать эти пункты сертификации, которые позволят и студентам, магистрам, получив диплом, получать сертификаты, и выигрышам, которые работают в этом законодательстве, также получать этот сертификат. Поэтому тогда этот рух будет встречным и не будет этих проблем. Я вам уже для нас и вас пропоную. Так, так, так. Мы уже рухаемся в этом направлении. Спасибо большое. Видите, как мы уже в первую дискуссию последний буквально ушло. Вопросы интересные. Да, да. Отнимаю вас. Как студент журналистики точно знаю, что лучшие из лучших в нашей профессии, которые могли бы очень много для студентов, чаще всего как раз таки кандидатской степени не имеют. Мы их запрошили в аспиратуру, но они не хотят идти. Они больше зарабатывают. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.